эта штука пишет если вы смотрите эту запись значит у меня получилось надеюсь вы досмотрите до конца это третья попытка записи этого обзора накопились гигабайты материала а место на диске осталось только на одну пробу при первой мы не рассчитали время и солнце скоро постижно скрылась за горизонтом второй раз подвел микрофон и весь материал пришлось забраковать сейчас я бы хотел просто выспаться но обзор сам себя не запилит еще в далеком 2013 году первый пульсар вы даже не думали что все так сложится его можно было принять или оттолкнуть но вы его приняли друзья всем привет и добро пожаловать на канал в мотошоп сразу хочу высказать огромный респект всем поклонникам марки баджаж всем людям которые ездят на этих мотоциклах и участвуют в клубных тусовках всем большой привет сегодня я хочу поговорить в очередной раз о мотоцикле баджаж пульсар ns 200 ровно 6 лет назад я снял первый обзор на эту модель в то время техника только появилась в украине это был вообще первый обзор в интернете не на английском или хинди в то время мы рискнули и протоптали узкую тропинку которую в последующие годы поклонники техники раскатали в настоящую магистраль каждый год техника обновлялась выходили новые модификации этого мотоцикла я снимал обзоры и тест-драйвы а владельцы техники со своей стороны тоже засыпали социальные сети youtube контентом в общем то на сегодняшний день я считаю что компания баджаж и этот мотоцикл в частности не нуждается в каком-то дополнительном представлении потому что скорее всего каждый кто интересовался мотоциклами хотя бы один раз слышал что такое в мотоциклы баджаж но в двух словах я должен сказать что баджаж это огромная компания собственными мощностями основана в далеком 1945 году ежегодно с конвейера завода сходят миллионы единиц техники которая продается более чем 50 странах мира на сегодняшний день баджаж в тройке мировых лидеров по производству двухколесных транспортных средств также вам должно быть известно что баджаж является совладельцем австрийской ктм и некоторые мотоциклы производятся в индии на одном из трех заводов баджаж в общем то благодаря этому компания на сегодняшний день выпускает современную технику и имеют доступ к международным рынкам качество техники баджаж уже ни у кого не вызывает сомнения и этот бренд объединил вокруг себя людей по всему миру так и у нас в украине есть клуб владельцев техники баджаж который очень дружно встречается на разнообразные мероприятия сходки закрытия-открытия для многих из этих людей мотоцикл в частности баджаж это не просто средство для передвижения это инструмент для самовыражения и самореализации это что касается бренда баджаж в целом но герой нашего обзора всем хорошо давно известный баджаж пульсар ns 200 мотоцикл который завоевал сердца поклонников прямо практически с первого дня появления на рынке он стал бестселлером и является им по сегодняшний день этот байк покрывает потребности райдеров всех возрастных категорий молодые люди найдут в нем неповторимый стиль высокую производительность и внимание окружающих а бывалые райдеры по достоинству оценят его экономичность неприхотливость и надежность в общем и целом этот мотоцикл можно назвать народным и лучшим выбором своем классе ну и сейчас традиционно посмотрим на этот мотоцикл вблизи с каких деталей он состоит оценим качество этих деталей я расскажу его характеристиках традиционно начнем с внешнего вида можете оценить и как выполнен этот мотоцикл все грани его очень такие резкие динамичные острые дизайн явно европейский и в принципе это неудивительно учитывая влияние к темы kawasaki на создание этой модели мотоцикла этот байк явно привлекает внимание окружающих может уже меньше потому что как я говорил уже более шести лет он ездит у нас по дорогах их реально очень много ну то есть каждый день если ты передвигаясь а по городу ты постоянно встречаешь этот мотоцикл в потоке сердцем и фишка этого мотоцикла является его двигатель 200 кубовый жидкостным охлаждением такой же как баджар вставит на ктм дюк 200 они отличаются только в принципе головкой и мощностью ктм немножечко выше мощность но этот мотоцикл более дифорсированный в угоду ресурсу то есть он как бы прослужит дольше здесь 24 лошадки 6 передач установлена система детей сай это три свечи зажигания запатентованная фишка компании баджар производитель заявляет что это улучшает производительность мотора улучшает качество сгорания смеси то есть топливо более полно сгорает и так далее и так далее то есть это как бы штука которая дополняет добавляет мощности мотору двигатель конечно же жидкостного охлаждения то есть не думайте никогда не про перегревы не про какие-то поломки связанные с этим в любую погоду вы можете передвигаться здесь установлен радиатор и система принудительного охлаждения то есть стоит вентилятор при срабатывании датчика он включается и охлаждается охлаждающая жидкость системе что касается подвески мотоцикла спереди установлена обычная телескопическая вилка она в принципе достаточно высокой жесткости как для своего класса вилки это простая недорогая вилка которая обеспечивает адекватную работу подвески конечно же на дорожных условиях второй фишкой этого мотоцикла является то что здесь установлены фирменные тормоза байбре если вы посмотрите здесь на суппорте так и написано байбре это читается именно так не бибре или еще что то то есть сделано brembo by brembo это подразделение компании brembo для малой кубатурной техники такой же суппорт аналогично установлен сзади но только 1 поршневой а спереди 2 поршневой тормоза на пульсаре всегда были очень классные очень цепки и это как бы после двигателя это вторая такая весомая интересная вещь в этом мотоцикле даже не считая того что помимо того что здесь не армированной магистрали обычная резиновые шланги тормоза очень информативной и цепки но это как бы номер два за что я люблю эти мотоциклы касательно задней подвески здесь установлен моно амортизатор называется nitrox фирма которого делает endurance к слову эта фирма которая делает и переднюю вилку и к слову это фирма которая делает подвеску на ктм и вплоть до дюк 390 газомасляный амортизатор он имеет регулировочную шайбу по преднатягу пружины то есть здесь можно правильно настроить мотоцикл работу подвески для одного пассажира либо пассажира с грузом ну то есть водителя с пассажиром раз мы уже здесь находимся здесь обычный стальной маятник как бы трубчатой конструкции на заднем колесе установлен вот такой вот хагер который реально защищает спину водителя я ездил в дождь и реально спина сухая эта штука снимает всю грязь колеса и всю влагу поворотники обычные не диодные но зато здесь яркий диодный стоп-сигнал передняя оптика у нас тоже обычного типа здесь есть как бы дневные ходовые огни небольшие типа и обычная лампа галогена стоит везде логотипчики баджач прям как на всех именитых мотоциклах касательно водительского места и место для пассажира они достаточно мягкие комфортные но скажем так не отличается какой-то повышенной комфортностью то есть они обыкновенные но не деревянные и это уже спасибо вот так выглядит на мотоцикле человек с моим ростом метр семьдесят четыре плюс-минус вот такая вот посадочка здесь вот находятся ноги скажем так у ктм посадка немножко другая там немножко выше находятся подножки и глобально он сидишь на нем по-другому этот мотоцикл более эргономичного сделан для того чтобы вы более комфортно передвигались в том числе на дальнее расстояние вместо руля здесь установлены клипоны вот таким образом здесь сформирован руль по типу клипонов но это как бы не традиционный руль но и не клипоны но фишка находится в этом узле то есть здесь находится резиновый демпфер амортизатор если вы можете посмотреть вот я кручу рулем ручкой и немножко в этом месте он двигается то есть это глобально сглаживает вибрации от мотора и добавляет комфорта при езде вот таким образом выглядит приборная панель синяя подсветка лампочка rpm limit она загорается когда там доходит до красной зоны обороты здесь очень много и лампочек индикации и перегрев и давление масса логотип отжаж метральная передача и зарядочка генератора здесь мы видим общий пробег спидометр время и вот в этом окошке указатель уровня топлива ну и конечно же сам интересный большую часть занимает тахометр в остальном управление в общем-то стандартная кнопочка старта kill switch или stop engine на левой руке у нас сигнал повороты и управление светом но и моргать дальним светом есть кнопочка это стандартное управление что мне нравится еще то что вот все эти мелочи казалось бы мелочи пульта не очень качественно их приятно прямо ими управлять включать и сразу видно что они уделяли много внимания таким вот мелочам как органы управления на руле кстати установлены грузики которые немножечко там могут защитить при каком-то падении и бак и принципе они опять же созданы для того чтобы сглаживать вибрации добавлять комфорта при езде что касается в частности вот посадки и передвижения на дальние дистанции на этом мотоцикле реально можно ехать дали далеко то есть все мотоциклы баджаж они делают с каким-то закосом под туризм вот например баджаж доминар у них это такой себе супер турист ну и например вот этот даже нс это у них naked sport ну вот что здесь спортивного да в обычном там традиционном стрите или там либо street fighter но тем не менее этот мотоцикл реально хорошо подходит для дальних поездок и подтверждение тому есть много отчетов в социальных сетях в частности в группе в фейсбуке по баджаж можете заходить читать искать там кучу информации люди на боксерах даже ездят на тысячи километров должно к этому быть какое-то предрасположение то есть любой и каждый человек не сможет просто так сесть и поехать если он как бы все-таки сможет значит он и не любой и каждый оказался давайте стартанем мотор посмотрим как он заводится и послушаем как он работает многие этого просят но я не раз говорил что вам звук как бы с микрофона либо с камеры вообще толком ничего не скажет о работе слово выхлопная система тоже не как у людей как говорится сам глушитель спрятан вот здесь и вот вот если его видно вот он начинается там и вот он здесь заканчивается более того между еще глушителем и двигателем есть так называемый резонатор вот здесь такой отросток она призвана повышать крутящий момент на низких оборотах в остальном и целом мотоцикл достаточно простой и надежный он сконструирован для того чтобы дарить радость своему владельцу многие сотни тысяч километров то есть здесь нет каких-то там супер навороченных систем и технологий которые могут подвести еще раз он достаточно простой стиль надежность и хорошее качество за вменяемую цену вот три самая главная составляющая за которые люди выбирают именно нс-200 интервалы по его обслуживанию кстати километров что превышает как минимум в два раза какие-то аналогичные мотоциклы других производителей и интересный факт у баджач есть фирменное масло и если вы вы ездили покупали там ездили на этом мотоцикле в индии обслуживались на их нем сервисе заливали их не масло они декларируют сервисный интервал 10 тысяч километров наверное какое-то чудо волшебное масло нам бы сюда такое друзья я потратил на этот обзор огромное количество времени и в целом мне помогали еще три человека несколько раз как я говорил в самом начале ролика его делать я надеюсь он вам понравился и вы его оцените по достоинству также я надеюсь что я донес до вас информацию если вы впервые прям вообще вот здесь и слышите про этот мотоцикл и что я вас заинтересовал дальше вы можете посмотреть у нас на канале очень много материала связано с этим байком в том числе и просто нереальная эндуро на этом мотоцикле где он его вынес очень достойно если у вас еще остались какие-то вопросы вы всегда можете задать их в комментарии я все читаю и отвечаю тоже что это все что я сейчас хотел сказать как обычно вам спасибо огромное за просмотр что досмотрели до конца поставьте лайк если вам действительно не сложно подпишитесь если хотите быть в курсе всех свежих новостей связанных с нашим магазином поставьте колокольчик чтобы вам приходили уведомления ну а я вам всем желаю огромной удачи хорошего настроения правильных покупок до встречи в новых видео пока пока